Я не могу выделить в команде топ-менеджеров или бредовых сотрудников, потому что в любом проекте в успех участвуют все. Роль людей в компании, я бы сказал, состоит сразу после судьбы. Конечно, собрать команду можно. Это довольно сложно, но это напрямую зависит от того, насколько владелец компании горит этой идеей и готов зажигать свои идеи других сотрудников. В IT-сфере все немножечко чудики и, как в интернет-меме, найти человека с тем же психическим расстройством, что и у тебя, бесценно. На самом деле это в точности невозможно, но можно найти тех, кто резонирует именно с тобой. И бывает, когда проводишь собеседование, проверяешь его на знания, умения, на так называемые hard skills, soft skills. Да, в целом человек все умеет, все знает, но чувствует, что не наш. Конечно, хорошую команду собрать тяжело, но мы научились уже, выработали какой-то свой метод. Сначала мы обращаем внимание на продуктивность, потом на личностные качества и в последнюю очередь на профессиональные навыки, потому что это мы уже научились подтягивать. Организация — это система, и в ней каждая мелочь не мелочь. Вот есть подпорочка, про нее забыли, и ты ее случайно вынешь, и разрушится все. Технологии являются проводником человеческой деятельности. Они, конечно же, никогда не заменят человека. Невозможно заменить технологиями отношения между людьми, потому что зачастую клиент покупает не конкретный продукт, а человека. У человека есть способность прошибать стены, выходить из зоны комфорта, а машина этого не может. Как можно заменить технологиями огонь внутри основателей, которые создают компанию, которые создают что-то новое, и этой внутренней силой привлекают лучших людей? Человечность — вот что важно. Личности делают историю, они образуют метафизический скелет компании, ее ДНК. Те люди, которые рядом с нами, это и есть компания. Главное, чтобы личная цель людей и компании совпадали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok